Для Кристины Золототрубовой это далеко не первые соревнования. Девушка занимается конным спортом уже 4 года и не раз становилась победителем и призером различных турниров. В этот раз она вновь доказала свое мастерство и заняла первое место в маршруте на 60, третье на 70 и забрала золото в конкуре на мощность. Было очень много сильных соперников, я не знала, честно, кто победит. И все было реально, все лошади были сильными, все всадники могли победить. Конкуренция действительно оказалась высокой, все наездницы выкладывались на максимум. Не ушла без призов с турнира и Вероника Белова. Девушка заняла первое место в маршруте на 70, в маршруте на 60 и заняла вторую ступень пьедестала. В конном спорте самое сложное это найти взаимопонимание со своей лошадью, с которой ты занимаешься, потому что если будет взаимопонимание, то будут это какие-то достижения. Моей лошадью зовут «Сказка», на которой я участвовала. На прошлых соревнованиях она у меня нервничала, на этих соревнованиях она уже справилась со своим волнением, я ее успокоила и мы проехали достаточно хорошо. Я очень ей благодарна, что она мне принесла эти места, потому что без нее бы я не заняла просто ни первое, ни второе место. Также в этот день на манеж вышли и дебютанты. Для Виктории Головинской это первое серьезное соревнование по конкуру. На самом деле выступать было достаточно волнительно и страшно, но выступили неплохо для первого раза моего. Самым сложным оказалось управление лошадью, потому что лошади все с характером определенным, и каждый надо подстраиваться. Посмотреть на мастерство девушек и на возможности лошадей приехало множество зрителей. Взрослые дети активно подвадривали участниц, а сразу после соревнований все желающие могли почувствовать на себе, что значит быть наездником. Мария Рунч, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24.